Мы будем сейчас пробовать кабанью жопу. Ты к острому как? Мамочки мои. Это очень остро, реально остро. Написано даже ворнинг. Кого дебил это покупает? Опа. Я даже не проглотил, я просто вдохнул. Лаура! Я почему-то еще раз какать захотел. Я закрываю эту программу. Это первая программа, но она закрывается. Друзья, всем привет. Я Лаура Джугелия. Это наше новое шоу «Астроумно». У меня в гостях мой любимый Рома Каграманов. Люблю, обожаю. Рома у нас уже был в программе. Если вы не видели выпуск, вдруг вы его не видели, обязательно посмотрите. Будет ссылочка. Мы очень волнуемся, потому что это новое шоу, новый проект. Очень хочется, чтобы он зашел и понравился вам. Поэтому будьте активными, комментируйте, что понравилось, что нет. Ну и мы будем это читать и стараться быть лучше каждый раз. Ром, ну расскажу тебе правила. Смотри, перед тобой стоят разные соусы. Да. По остроте от наименее острого к наиболее острому. Да. Мы с тобой будем обсуждать разные новости этого месяца. От менее интересной к самой интересной. Да. И параллельно будем есть вот эти вот все крылышки, которые здесь обмазаны этими соусами. Вот. И будем стараться с тобой Держать себя в руках. Да. Держать себя в руках. Не показывать, что нам остро. Но здесь очень острое. Предупреждаю. Ты к острому как? Слушай, я... У меня была такая история в жизни. Буквально недавно я попробовал Каролину Риппер. Это 2,5 миллиона сковеля. Это самый острый перец в мире. Я познал все горести. И я, скажем так, прорепетировал то, что ждет меня в аду. Это было ужасно. У меня застряла семечка в жевательном зубе. Я пытался выковырять ее языком. Это было еще хуже. Так что я думаю, что... Скорую не пришлось вызывать? Нет. Отлично. Ну, у нас, потому что здесь реанимации нет. Поэтому надеюсь, что мы справимся с тобой. Я тоже. Без помощи. И, кстати, у нас здесь есть вода и безлактозное молоко. Кокосовое, мне кажется. Да. Вот. И говорят, что молоко помогает нивелировать остроту. Нет? Ну, говорят. Ну, мы попробуем с тобой. Окей. Ну что, стартуем? Стартуем? Ну, да. Так, я сейчас буду зачитывать тебе первую новость. Ты бери, пожалуйста, первую. Уже можно? Крылышко, я тебе буду читать. Я люблю твое шоу. Да, отлично. Ты голодный, я надеюсь? Я очень голодный. Отлично. Так, первая новость. Есть источник телеграм-канал «Что там в Москве». В Москве задержали парня, который называл себя Вовой Адидасом из сериала «Слово пацана». Он пытался сколотить банду и захватить улицу, на которой он жил. Ты смотрел сериал? Нет. Что? Нет. Что? Нет. Нет, простите меня. Ты единственный человек в России, который не посмотрел сериал «Слово пацана». Нет. Ты прикалываешь? Нет. Клянусь тебе. Тебя это обошло. Почему? Клянусь. Этого стало слишком много. Принципиально. Да. Оно доходит, да? Лаура, от меньшего к сильнейшему ты говорила? Да. Ты не перепутала ничего? Нет. Пока мне не дошло, кстати. Нормально. В нос дало. Да? Да. Нет, я не смотрел, потому что этого стало слишком много. Все почему-то устроили какой-то культ. Угу. Сериал «Слово пацана», забыв о бригаде, понимаешь? О бригаде – это другое. О легенде. Да. Короче, я не стал это смотреть, потому что как только началась шумиха вокруг этого сериала, некоторые актеры из этого сериала уже как будто бы, ну, Бейонсе и Леди Гаги. То есть они уже все. У них, ты знаешь, сколько подписчиков у всех? Сколько? Ты охренеешь просто. А в телеграм-каналах у них по миллиону. Это у двух главных героев. Что? А как же Ксения Бородина? Ксения Бородина уже, мне кажется, меньше. У нее там типа 900 тысяч. Что такое? По миллиону. Представь. Там 800 тысяч, 700 тысяч. И в инстаграмах у них тоже у одного главного героя, Рузиля, который играет Марата, около двух миллионов в инстаграме. Представь. Кто мы с тобой? Мы заблудились в этой жизни. Мы с тобой старались-старались в этой жизни что-то делать. Понимаешь? У нас там просто по нулям. Представляешь, как они бесят всех своих коллег? Да. Ты, кстати, тоже коллега. Я не бешусь? Ну ты не бесишься. Нет. Ну мне далеко до них. Ты видела, как они там играют? Я так никогда в жизни не сыграю. Ну подожди. Ну ты просто не был в этих обстоятельствах. Как, например, говорит Никита Калагривы. О господи. Небезызвестные. Он говорит, что вообще не сложно это сыграть, потому что это пацанская тема. И сыграть вот такого пацана уличного вообще ни хрена не сложно. Да. Так и есть. Так и есть. Ну что, давай дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. А я ем уже? А ты можешь вторую начинать есть. Подожди. Вторая у нас, значит, баночка, это укус скорпиона. Почему бы нет? Жало скорпиона. Почему бы нет? Давай, жало скорпиона. Жаль. Каждый день. Значит, источник Липецк медиа. Царь родился и живет в Липецке. И это не шутка. Какими редкими именами называют липчане своих детей? В топ-5 самых экстравагантных имен прошлого года вошли Царь, Витамина, Клемент, Оливия и Эллен. Самое популярное мужское имя в Липецке Артем. Мое любимое имя, кстати. Какое? Артем? Да? Да. А тебя, кстати, так и хотели назвать Ромой изначально? Нет, меня хотели назвать настоящим армянским именем. Окей. Мой отец. Авитик. Это армянское имя? Я такое даже не слышала. Мать сказала, что нет. Никаких авитиков у нас не будет. Авитиков. Остренько. Остренько. Ты чувствуешь, да? Знаешь, такое она отдает уже в конце, так язычок уже начинает. Нормально. У меня сейчас в саду детей, дети исключительно с очень необычными именами. Просто Ромы, Ивана, Екатерины и так далее, практически нет. Все какие-то там. Но у меня подруга Виталина. Угу. Но когда я услышал слово витамина. Витамина, да. И Клементина. Это на будущее, чтобы у нее витаминоза не было или что? Родители к чему-то… Это точно совершенно стоит знать. Не, нормально. У тебя есть острый сильный, да? Ты знаешь, мне кажется, что кто-то перепутал… Номера. Номера. Ром, старались очень тебя угодить. Мне сказали, что ты любишь остренькое, поэтому… А, так с этого и нужно было начинать, конечно. Жестко. Нет, я бы не назвал своего ребенка, когда у меня будет ребенок, а он у меня будет. Этого хочет моя мать в первую очередь. Я бы не назвал своего ребенка очень странным именем, мне кажется. Мне тоже кажется. Ну а у тебя есть какая-то тройка любимых имен? Безусловно. Я назову, если у меня будет дочь, я назову ее в честь своей матери, конечно же. София, естественно. Правда? Слушай, имя красивое. София. Да, да. Если это будет парень, то скорее всего… Я не знаю, я не думаю. Артем, наверное. А ну вот, кстати, ты же сказал, что тебе нравится Артем. Мое любимое, да. Мне еще нравится… Артем Каграманов. Мне еще нравится Доминик. Доминик. Да. Кстати, а мне тоже нравится. Ну это… Это уже… Вот такое вот имя. Доминик Каграманов. Ну ничего. Каграманов, Доминик Романович, ну это вообще… Ну, кстати, нормально, нормально. Думаешь? В наше время уже нормально. Лаура, рот… Нормально. Свой. Я сейчас топал. Держись. У нас следующая новость. Источник 120.су. Мужчина, пожелавший увеличить половой орган, сделал операцию, но орган только уменьшился. Ильтер Тюркмен вводил в суд на доктора Халука Сойлемеза и требует от него 16,5 тысяч долларов в качестве компенсации. Мы сейчас с тобой будем обсуждать нормальный размер члена полового? Нет, мы не будем. Мы не будем повторять за некоторыми коллегами. У меня 12. Я вообще хотела спросить про оперативное вмешательство. Как ты к этому относишься, к операциям именно… Именно с половым членом? Не обязательно с половым. Я ок за вмешательство, но я тебе расскажу тоже новость, связанную с половыми членами. Вчера листаю ленту рекомендаций, мне попадается ролик, где доктор, я сейчас умру нахрен, где доктор выкачал жир откуда-то, чтобы вкачать его, Лаура, внимание, половой член, чтобы у него увеличился диаметр. И такие операции делают в Москве. Слушай, ну я о таком не слышала, конечно, если честно, но я, в принципе, считаю, что вот эти вот какие-то крайности – это очень дело опасное. У нас следующий соус из попы его… Ты видишь, да? Джурасик хот-соус. Джурасик, да, хот-соус. Так, следующая новость – Анастасия Волочкова поделилась с необычным рецептом борьбы с морщинами. Знаменитая балерина заявила, что в возрасте за сорок не пользуется кремами и масками. Ее утро начинается с кофе и одного яйца, а она также ест отварную курицу без шкурки и листья салата. А когда нужно срочно сбросить пару кило, балерина просто зашивает рот. Я люблю Волочкову. Тебе нравится, да, что с ней происходит? Вокруг нее все время какая-то шумиха, все эти… Вот это мне не нравится, то, что вокруг нее происходит какая-то шумиха. Может быть ей это на руку, кстати, соус не острый вообще. Не острый, да. Может быть для нее это и на руку. Возможно. Но я ее очень люблю. Почему? Потому что это легендарная женщина, как говорит Николай, любимый мой цискоридзе. Великая, великая артистка. Это правда. Ну это правда. То, что там происходит у нее дома, это происходит у нее дома. Понимаешь, у нас народ какой? Выносишь это на всеобщее обозрение – не нравится. Дома сидишь, показываешь – не нравится. Определить то, что она делает сейчас, это уже какой-то крик людям, типа, да пошли вы все в жопу. Хотите вот так, я буду делать вот так. И она вот уже… То есть революция какая-то? Я думаю, что да. А, это не крик о помощи? Ты это так не считываешь, что вот как-то на этот смотришь, просто уже в какой-то момент становится грустно. Потому что понимаешь, что человеку никто не помогает, а у человека есть какая-то проблема. Ты думаешь? Как минимум. Мне кажется, что… Нам нужно ей помочь. Нам с тобой точно нет, мы с тобой не близкие ей люди. А мы могли бы встать ими. Ты видела ее потолки дома? Это же просто жесть. Ты хочешь к ней в гости прийти? Конечно. Только из-за потолков. Только из-за потолков. Нет, ну там правда только курица и салаты. Слушай, а по поводу сохранения молодости и красоты, Сальма Хайк, по-моему, не умывается по утрам, да? Я тоже слышала про ее вот эту историю, она выкладывала какой-то ролик в ютубе, нет, в инстаграме, в запрещенной соцсети, где она как раз рассказывает о том, что она перестала умываться с утра. А козявки в глазах по утрам, как это? Я, кстати, тоже не знаю, может она как-то их оттуда выковыривает и все. Так, давай дальше, давай сначала с соуса. Хокс эс, это кабанья жопа. Друзья, это кабанья жопа, и мы будем сейчас пробовать кабанью жопу. Ой, боже, это еще и с чесноком, я ненавижу чеснок. Реально? Обожаю чеснок. Серьезно, я ненавижу чеснок и лук. Мне кажется, это худшие продукты в мире. Ты ешь, пробуй, да, там дашь запах. Готовься, Лауран. Кабанья жопа. Кабанья жопа. Разин взял ответственность за развод Кудрявцевой. Продюсер заявил, что его проклятие, обращенное против звезд, принимавших участие в концерте памяти лидера «Ласкового мая» Юрия Шутунова, начало работать. В своем видеообращении он подчеркнул, что среди пострадавших есть в том числе Кудрявцева. Мамочки мои. Ты в шоке от новости? Я в шоке от кабанья жопы. Кто такой Разин? Андрей Разин – это бывший продюсер группы «Ласковый май» Юрия Шутунова, собственно. Впрочем, еще Андрей Разин сейчас наехал на Сергея Лазарева, потому что тот спел песню «Седая ночь». Якобы он не имел права на этом деле. На этом деле. Подожди, но он же… Ой, боже! Во имя всевышних стрейкиц, я умоля. Лаура, подожди, а он же одобрил. Это очень остро, реально остро. Ребята! Он же дал добро Амирчику исполнять песню «Седая ночь». Да, Амирчику дал, а он говорит, что, типа, никто… А кому не давал, тебе все проклятые. А ты веришь, кстати, в заговоры, проклятия, черную магию, да? Ты с этим сталкивался когда-нибудь? Угу. Сталкивался? Что? Как-как? На меня порчу наводили. А как ты это знаешь? На меня наводили порчу, меня преследовал какой-то кот постоянно. Всегда. Которого… Ну вот, типа, ты просто живешь, себе живешь, и раз – кошка пробежала. То есть это разная кошка, не одна и та же? Одна и та же, которой нету. Одна и та же. Нету? По факту. Ну, типа, ее нету. То есть ты просто ее видишь? У меня были глюки, да. Ну, типа, я ее видел. И мне гадалка сказала, нарисовать эту кошку, сжечь на перекрестке, мне сопли текут. Сжечь на перекрестке и уйти, не оборачиваясь. Ты сейчас правду говоришь или прикалываешься? Уйти крест. Я это сделал, и человек, который навел на меня порчу, на следующий день уволился с работы. По личным обстоятельствам. То есть ты даже знал, кто это? Да. А ты прям знал? Да. А ты чувствовал как-то? А почему он это сделал? Конкуренция. У меня была немножко лучше должность, чем у этого человека. А получается, что ты об этом узнал, потому что ты просто чувствовать что-то стал, вот кроме этой кошки, или как-то физически ты себя похуже стал? Ну, у меня… Ой. Извините. У меня начался упадок сил. Знаешь, я стал, короче, каким-то негативным человеком. Плюс меня бесила эта вонючая кошка. А меня мать отправила к психотерапевту, подумала, что у меня поехала крыша. Я прихожу к психотерапевту, рассказываю все симптомы. Она звонит моей матери и говорит, ваш сын употребляет на свадьбу. Лаура, нет, ты меня знаешь, все, что связано с этой запрещенкой, нет, я даже алкоголь не пью. А если пью, то очень редко. Я говорю, мама, все психотерапевты уроды. Они не умеют работать. Я не сумасшедший. Тут реально кот. Вот, и как-то раз мама проснулась и увидела кота на карнизе. Она тоже стала видеть кота? Да. То есть на нее тоже распространилось? Наверное, не знаю. Подожди. Ну хорошо, этот кот за мою ходил. Подожди, а что этот человек сделал для того, чтобы кот ходил? Ты узнавал, что конкретно сделать? Нет, мне было неинтересно. Главное, чтобы человек ушел поскорее, да. Ужас, какая же. Ну какая-то, какое-то что-то. Короче, я знала, что этот человек связан с очень страшными вещами, в которые не все люди верят, понимаешь? Как бы, чем больше ты во что-то веришь, тем больше это к тебе притягивается. Вот, и я узнала, что этот человек замешан в очень страшных делах, в плане там магии какой-то, да? То есть на смерть там, да? Ну черный маг такой. Да, ну вот настолько страшный, что даже масоны боятся. Знаешь, иллюминаты уходят по сравнению с этой вот всей историей. Вот, и все. И когда это коснулось меня, я понял, что мне... Ужас. Да, и я просто сделал то, что нужно было сделать. Нарисовал этого, значит, кота, поджег на перекрестке, ушел и не оборачивался. Прихожу на смену. Его нет? Нет. Офигеть. Подожди, а потом? Ты как-то защищал себя? То есть какие-то делал там специальные ритуалы? Нет. Я боюсь, мне кажется, что если я буду делать какие-то ритуалы, меня боженька накажет. Я тоже. Мне кажется, вообще играть с этим не стоит. Да. И мне кажется, что ходить к гадалкам это очень-очень плохо. И я все равно пошел, потому что я испугался, что у меня предстоит какой-то демонический коз. Жесть вообще. Ну и после этого с тобой было все в порядке? Да, да. Ну типа вообще абсолютно... Мне до сих пор кажется, что это мои какие-то глюки, что я просто навоображал себе какую-то историю. Но не бывает таких стечений обстоятельств, которые так связаны между собой. Ну слушай, я на самом деле верю в это во все. Потому что у нас, например, в Абхазии там, в принципе, там же много язычников. И очень любят вот эти дела все, гадания, карты, не карты. Ты в детстве не играл вот в эту тему типа дух, приди, скажи или нет. Но я был главный человек с красной нитью и иглой, понимаешь, который это все делал. Мы Сталина вызывали. О чем ты? О чем ты? Он пришел к вам? Конечно, он говорил нам да и нет. Понимаешь? А почему Сталина? Не знаю, как-то вот... Ну а кого? Пиковую даму уже неинтересно. Мы те клевые гномики уже как бы все разбежались. Кто куда. Все стали иноагентами редко. А прикинь, он придет и его душа к кому-нибудь селится. Понимаешь? Был вот этот вот жопа в кабане. Кабанья жопа, а сейчас женщина с сиськами. Так же женщина с... Да, это байкерс бич. Это какая-то сучка байкера. Сучка на байке. Источник Стархит. Отдал пароли от соцсетей и перестал фотографироваться с женщинами. Тимати Шаламе терпит безумную ревность Кайли Дженнер. В частности, 26-летняя Дженнер получила доступ к странице в соцсетях Тимати и запретила ему общаться с бывшими. Ну и собственно там еще история про Селену Гомеса. Я не знаю, ты увидела или нет это видео, как они с Тейлор Фитт шепчутся, что Кайли не дала на лоутом глобусе им сфотографироваться. Но Селена опровергает эти слухи. Она говорит, что там была другая информация. Что кто-то с кем-то переспал. Типа. Понимаешь? Ну это бред. То есть понимаешь, что они реально это обсуждали? Да. Эти члицы по губам сказали, что так и было. Что она это обсуждала. У меня очень смешанный, что тебе, остро? Нет. Вот это как будто полегче. Он полегче и невкусный. Да. Какой-то отстойный. Я, честно признаться, в шоке вообще со... А нет, не остро? Да? Ага. Раскрылась. Вот. Опа. Опа. Это ужас. Реально? Разные вкусовые сосочки. Понимаешь? Для меня очень странная коллаборация Тимати Шаламе и Кайли Дженнер. Как это вообще произошло? Скажи мне, как они вообще за друг другом стоят? Они настолько не подходят друг другу, как Марс и Юпитер. Понимаешь? Кошмар. Ну типа, для меня это странно. Я думаю, что Кайли Дженнер не просто так делает все запреты на жизнь Тимати Шаламе. Мне кажется, что Трэвис Скотт там так накуролесил, что у нее остались травмы. Кстати, точно. Наверняка она теперь переживает. Теперь она переживает, да. Дальше у нас идет Гринго. Бандито. Независимая газета. Куда катится толстый мир? Согласно опубликованному докладу Всемирной Федерации борьбы с ожирением, к 2035 году более половины населения планеты, 51% или более 4 миллиардов человек, будет иметь избыточный вес или страдать ожирением. Россию это касается тоже. Более чем в два раза с 2005 по 2020 год выросло число подростков в России, получивших нягность ожирения. Ничего удивительного, что в начале октября 2023 года бизнес телеканал CNBC со ссылкой на расчеты аналитиков компании… Ну слушай, нам ожирение с тобой не грозит после этого, мы проведем в туалете. Нам грозит с тобой язва поджелудочной железы. Ой, это не слышно кстати, вообще ни хрена. Не, на самом деле, слушай, я была когда в Америке, там какое-то очень большое количество людей, которые с избыточным весом, прям многое. Давай, 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 давай. Какая-то неважно. Ага. Это ужас. Привет. Я даже не скучаю. Нет. Да. Ларик, это жопа. Я падела. Да какой-то хитан-то тумана. Это жопа. нет 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 это я даже дойду ого ой голова закружилась нет этот соус нельзя есть никому никакое молочко не помогает ой рвотные подзывы идут а король его что-то это не рвотные подзывы это просто выделяется слюна еще больше потому что горит у меня здесь так горит очень остро главное не глотать потому что если туда уйдет то это вообще у меня губы они стали больше они расширились это очень остро другой стороны врач диетолог павлюк сказал что острая пища продлевает жизнь спасибо большое врачу диетологу и сейчас нормально пройдет а вот и кстати путешествовал много был где где самый вкусный макдональдс стройный народ где самый стройный южная корея а ну видимо потому что у них как раз острая еда да но южная корея это самые стройные и самые омоложенные люди в свои 50 лет ты охренеешь когда ты увидишь но самый большой процент заболеваний поджелудочные железы язвы а почему с чем это связано острая да они они едят невероятно острую еду не все это стереотип что они все только едят да благодаря тому что они не могут жить без риса это конечно все ферментируется но большой процент у них больше всего процента заболеваний поджелудочные железы именно язвы офигеть вот самые стройные там в южной корее а если говорить про самых но рио-де-жанейро да там конечно разница да чем больше живот у мужчины тем он мужчины живот то есть это секс всем он да тем он натуральнее скажем так а понятно мужчины в рио-де-жанейро которые слишком следят за собой это признак того что он предпочитает он предпочитает немножко другой формат своей жизни да и отношения да также и женщины и соответственно женщины в рио-де-жанейро самые вкусные а вот прям у них форме форме там еще считается что женщина чем у нее больше жопа тем они более сексуальны да там прям нравится большие жопы и там самое большое число операций как раз на увеличение ягодиц красота так ну давай дальше погнали следующий соус у нас смертельный соус с черепом собственно мега смерть это вот это вот с кровью вот здесь вот вот тут вот написано даже ворнинг какой дебил это покупает мега дэм для кого написано зачем а для кого это делают сашки с люди которые это любят есть этот соус он входит в 13 самых острых соусов в мире и продается в коробочке в виде гроба очень здорово классный кампейн я тебе хочу сказать очень блин маркетологи лучше продала тебе его сейчас маркетологи лучше так следующая новость источник рио новости это важно отметить потому что это важно сейчас поймешь почему это важно метеоролог прокомментировал утверждение о краже турции иранских облаков даже запах что украли облака в турции журнал forbes сообщил ранее что иранские власти создали комиссию по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны а популярная теория гласит о том что турция якобы ворует облака в качестве доказательств приводятся фотографии востока турции где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди а в соседнем иране ни капли отстаивание идеи кражи дождевых облаков или даже попытка подумать о таком не более чем не имеющие оснований доказательств теория намеренно вводящая в заблуждение прокомментировал аздемир статью так скажи мне пожалуйста у человека человеку у которого топографический кретинизм а турция и иран граничат между друг другом да и иран обвинять турцию в том что те украли у них облака ну просто очень интересно на самом деле здесь важно что что происходит всемирное потепление да глобальное потепление смена технических плит да о котором много много уже давно говорят многие ты вообще интересуешься этим вот все что связано с защитой там окружающей среды и природы я безусловно радуюсь за тех кто помогает этой истории всегда финансово как-то или еще что то но я ни разу не помогал мне кажется стоит мне задуматься над этим мне кстати несколько подруг они отказались от покупки новых вещей ну для эксперимента они решили попробовать потому что и так уже много одежды и зачем лишнюю одежду покупать потому что это просто ну как бы не нужно а ходить в чем? в старом а ты же долго в ней не проходишь почему? когда у тебя большой гардероб и тебе по сути новые вещи это не нужны ты все равно ходишь в базе вот я уверена что у тебя все равно есть там не знаю 10 толстовок 10 пар джинс в которых ты хочешь поставить то есть ты хочешь сказать что твои подруги вот эти вот нежные курочки куколки сидят такие мы отказываемся от покупки новой одежды и они не покупают новую коллекцию Balenciaga да видя новую коллекцию Christian Dior или там новую сумку Kelly от Hermia не покупают не покупают это ты про них не про меня я все покупаю я про них не про тебя они не покупают итак у нас следующая новость и следующий соус Toxic называется он Toxic Waste тут собственно тоже вот череп но он такой веселенький череп у которого зачеркнуто а нет это кости да они все веселенькие лаур они все но это какая то в общем название Toxic Waste новость 7 дней моется тот кому лень чесаться в Голливуде новый тренд не мыться тему в свое время подбросили актера мелоко несовершен качер которые заявили что не принимают душ ежедневно а лишь ополаскивают определенные участки тела если это необходимо а недавно выяснилось что и Брэд Питт вместо душа периодически использует влажные салфетки и не моется неделями потому что считает что частое мытье портит волосы и кожу а также ускоряет процесс старения Анжелина Джоли в свое время рассказывала что с трудом загоняла мужа в ванную а дети называли его вонючим папой по словам инсайдеров сама надала Брэду кличку мужчина с запахом пастушьей собаки и это в период когда у них все было еще хорошо ты когда-нибудь об этом слышал о том что Брэд Питт я читал эту новость на жара на сайте жары что его друг по общаге спалил что он не моется тебе лаур и губам твоим тоже потому что соус у тебя на губах моё горло да нет хочу сказать что это хуже да чем вот эти все да оказывается нужно использовать внимание стоит что там написано про это а них на крыло да походу в бутылку я почему-то еще раз так какать захотел девочки просто с ушки принесите за них стакан пересыпали да что вы говорите под конец проснулась она тебе помогает ухлеб лаура голова кружится уши заложены это просто какая-то жесть и с облаками уже не облака были сейчас мы обсуждали что не моется Эштон Катчер Брэд Питт а да я думал мы облака обсуждаем нет короче я читал эту историю что оказывается его друг какой-то там бывший коллега по цеху и сожитель по общаге рассказал инсайдерам о том что Брэд Питт еще с времен общаги не мылся неделями блин чтобы сохранить молодость ну кстати на нем это работает реально ты думаешь я так не смогу блин знаешь сколько лет мы 60 реально я так не смогу ты знаешь не умыться я каждый день моюсь я тоже я не могу не мыться я тоже вы понимаете что у нас еще три впереди ты понимаешь что это называется боль пейн для знающих людей вот на этом вот на этом пейне острота пятьсот тысяч ускорили Лаура ты крещеная скажи мне да кажется что нет источник телеграм-канал Мэш комика Алексея Щербакова требует оштрафовать на пять миллионов рублей за плохие манеры в сети а чтоб неповадно было закрепить наказание публичным чтением судебного приговора и не один раз а восемьдесят восемь авторы иска общественники из движения Братства Морозов Златоуст Лаур тебе не кажется что в какой-то момент у нас вдруг возродился культ отмены да это какой-то мне кажется это очень странно я хочу чтобы все наконец-то проснулись и перестали заниматься и начали заниматься личной жизнью семечко попало это ужасно дальше мне много чего есть сказать склейка меня отменяют не дай бог нет не надо нам такого в какой момент люди все стали очень культурными воспитанными знаешь ни одного бранного слова не произносенные вот эти вот люди да нет а к суде кто вообще ну знаешь глобально если посмотреть все резко перестали материться все такие стали святые а к сожалению или к счастью я не знаю как правильно это сказать не важно лидер мнения это кто угодно ты тоже лидер мнения мы тут все лидеры ну понятно мы все да те у кого есть соцсети по сути уже автоматически становятся в данный момент и в данное время в принципе сейчас они должны все время думать то что они говорят и выкладывают не знаю хорошо это или плохо ну есть своя специфика да я тебе клянусь я сейчас прежде чем лайкнуть какой-то пост сначала его читаю понимаешь да 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 то есть нужно посмотреть внимательно нет ли чего-то такого я за то чтобы лидер мнений прививал своим почитателям подписчикам какую-то интересную классную движуху не нарочито чтобы это не выглядело как пропаганда допустим как я показываю свою аудиторию о том что я прочитал очень много книг которые просто перевернули мою голову и я вижу как люди скидывают мне фотки которые ну они купили эти же книги и такие блин спасибо это круто то есть я аккуратно спокойно пропагандирую чтение ну вот короче когда это не нарочито сильно прямо в лоб знаешь типа мы должны вот это нет матершин ну типа матершинным словам брани нет все матерятся все абсолютно так давай дальше соус у нас называется да бомб да бомб следующая новость про нашего любимого актера коллагривого обожаю обожаю Никита коллагривы он значит заявил что молодых коллег по сериалу сорвало крышу от популярности он говорит что я разобью тысячу таких лжи артистов как вот например Данила Козловский в фильме Духлис Лаура я даже не проглотил я просто вдохнул ужас да так ну это по моему Лаура заканчиваем заканчиваем не дыши я закрываю эту программу нам нас только первая программа но она закрывается когда лед кладешь на язык ну как это лучше губы губы вот так вот можно знаешь как да офигенно так в общем про Никиту коллагривого в общем парень реально классный актер прям класс да он прям классный актер у него же есть эта известная сцена ну ты видел кусочек я здесь за эту улицу стою пацаны мне все а я все пацана ну ты считаешь это правильно то что он выражает все свои мысли и все что он думает нет ты считаешь что он должен был быть более сдержанным даже если он так считает все что он сказал он же так реально считает для чего вопрос типа для чего он это говорит для меня это странно но ты снялся там во второстепенной роли он уже была второстепенная роль да да он не во всем сериале снялся это та же самая история как некоторые участники потрясающего клуба веселых и находчивых которые попали на какие-то скетч комы кино сидят и с умным видом говорят о том что сейчас в сериалах снимаются блогеры тиктокеры вдумайтесь это же какой кошмар а тебя кстати обижают когда вот тебя прочитают типа блогерам тиктокерам нет это не обижают мне не понятно почему участник квн осуждает блогеров за то что и режиссеров которые зовут блогеров в кино за то что их зовут в кино и они там снимаются когда ты по полной части тот же самый блогер только на первом канале в квн сценки показывал миниатюры но они как бы в основном же все квнчики они же из каких-то университетов то есть они не блогеры они какое-то образование хорошо хорошо окей но они же все топят за образование театральное за актерское а сами ну ну короче меня это раздражает и я бы думаю что никитушка калагривый тоже немножечко наверное он почувствовал вот такую немножко историю о том что он скорее всего немножко по матерее чем вот эти ребята и нельзя вот так вот делать просто наверное не так это правильно интерпретировал как хотел на него прям многие обиделись леонид ермольник ему ответил на это что он там типа глупец и что-то там уходи из профессии и так далее а саша бортич на него обиделись там написала целый пост у себя что вот да у него образование профессионального но она там плохо играет и еще ему ответил филипп янковский он как раз на премьере фильма тоже пошутил на тему того что он там сейчас наверное прокомментирует это никита калагривы как он это часто делает я понимаю что это уже звоночки ну тоже посмотрим что будет дальше в любом случае как говорит наш поп король филипп киркоров встретимся у кассы а вот это вот история семейства пересильд ну вот это чувство конкуренции у матери к дочери ты спалила это а ты думаешь есть это я увидел это на интервью когда она говорила когда он там рассказывала по моему про ценники и она говорила я в космос летала у меня заявки 240 а у нее 400 я зачем в космос летал и она как будто бы это на улыбке говорит но мне кажется да либо я склочник скандалист и сплетник и во всем нахожу мне кажется нет мне кажется такого нет мне кажется она пошутила а люди просто как-то считали думаешь мне кажется да ну как может мама как завидовать дочке очень просто а злая королева и золушка ладно это в сказке а мелифисента мне кажется что все равно ей немножко неприятно и обидно потому что по факту ну такого не было еще чтобы актеры были отправлены в космос и сняли фильм в космос ну да да это было прям масштабное который не набрал вообще никакой популярности ну да то есть он как-то прошел не так замечено однозначно слово пацана ты должен посмотреть этот сериал лаура не подбивай меня на это я гну свою линию не не гни тебе понравится просто сериал точно тебе понравится склейка я снялся во втором сезоне главное ну что мы подходим к финалу подходим к финалу у нас друзья последний финальный соус надеюсь мы выживем у нас здесь нарисован паук написано что нет выживших все умерли и вдова и написано что вдова просто выйдол и просто но у сервайверс поэтому warning extremely hot sauce use one drop at a time то есть можно использовать только одну каплю единомоментно склейка они просто три столовые ложки на это крыло реально так размазали все помазали такой любовью значит последняя новость мне кажется ты они тоже слышал значит источник войс безмозглые люди купят у него курс отцовства миная в ужасе от косенко кинувшего в сугроб младенца блогер сергей косенко привел в бешенство общественность опубликовав в соцсетях ролик на котором бросает двухмесячного сына в сугроб видео заговорили я про новость да а видео заговорили не только публичные персоны я про соус это ж каким нужно быть человеком чтобы кинуть трехмесячного шестимесячного неважно сколькимесячного ребенка в сугроб в снег в котором ты не знаешь что может находиться какашки моча собачья паузы железки ячка в принципе всегда поддерживает ему голову потому что он пока еще не умеет у него кости хрупкие вся вот эта история ну а ты видел что они потом сказали что это кукла была что это вообще все видео конечно бред я я не знаю как это комментировать лаур это это ненормально это у людей отшиблино а ты высказался кстати где-нибудь в своих соцсетях про это я ж не высказываюсь по этому поводу никогда вообще не по каким это не означает что я понимаешь типа моя хата скра ничего не знаю это означает что я не смогу высказать какую-то конструктивную свою критику правильную нормальную чтобы не показаться дебилом поэтому я вот могу с тобой сидя на кухне это обоссать знаешь можно делать все что угодно ты можешь продавать курсы ради бога ты можешь обманывать людей на здоровье но когда касается когда ты уже не то что касается когда ты не знаешь уже как привлечь аудиторию и ты используешь грудного ребенка знаю что ты наберет просмотры ты просто мразь мне кажется сейчас в эпоху соцсетей люди посходили с ума в отношении того как они продвигают свои соцсети очень многие идут на какие-то страшные вещи помнишь эта история с этой Катей Дзиденко тоже была с сухим льдом с сухим льдом когда она может ну правда она показала это видео а вот сам ты снимал какие-то трешовые видосы на заре своей карьеры а ну мы когда с Бузовой делали баттл она меня заставила стриптиз танцевать а да? да это было в ковид и я заклеил соски я отрезал от парика волосы заклеил соски и в трусы засунул тоже волосы выглядело все как будто бы все волосаты я как бы трусы не снимал и что резонансно это было? 5 миллионов просмотров за час шутишь? нет у тебя быстро подписчики начали расти? у нее и у меня у нее из-за того что я они же тогда с Даридом встречались и я попросила ее короче задала ей задание чтобы она измазала трусы Давида шоколадом кинула их под кровать и в сторис осветила то что Давид я нашла твои трусы с черкашами и показала это все и вот у нее набралось из-за этого а у меня набралось из-за того что я вот стрип танцевал под ее песню под новую и прорекламировала ее песню ну вот сейчас оборачиваясь на это ну то есть ты бы уже сейчас такого не сделал ну тогда это казалось прикольным ну конечно это был ковид мы не знали чем заняться мы делали разные вещи развлекали народ мы же клоуны ну блогеры да по сути эту роль на себя на самом деле примеряют правда каждый выбирает свой жанр в котором он работает но тем не менее спасибо тебе еще раз большое спасибо за то что ты стал нашим первым гостем нашего проекта нового бомба я надеюсь друзья вам понравится пишите комментарии подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы первыми получать уведомления о выходе новых программ мы хотим выходить раз в месяц поэтому если вдруг эти ролики начнут набирать просто какие-то миллионы просмотров то будем выходить немного чаще спасибо спасибо большое всем пока 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 пока